Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Вы включите презентацию, пожалуйста. Всё есть. Рак теломатки является ведущим онкогинекологическим заболеванием, занимает третье место в структуре заболеваемости женской популяции в нашей стране после рака молочной железы и злокачественных новообразований кожи. Число случаев рака эндометрия за последние 10 лет значительно увеличилось. Большинство первичных случаев рака теломатки диагностируются на первой и второй стадии заболевания. Более 90% пациенток с диагнозом рака теломатки – это пациентки старше 50 лет. Средний возраст приходится на 63 года. Анализируя данные Глобакан, прослеживается тенденция значительного увеличения случаев рака теломатки к 2040 году более чем в два раза. Рак теломатки является гетерогенным заболеванием, развивается на фоне степени риска развития рака эндометрия, зависит от многочисленных факторов риска. Всем известно два патогенетических варианта, предложенные Яном Владимировичем Бохманом. Первый тип характерен для пациенток молодого возраста, развивается на фоне гиперэстрогении, гиперплазии, эндометрия. Больные страдают ожирением, сахарным диабетом, имеют опухоли яичников, эстроген секретирующие. Это высоко дифференцированные опухоли, чаще всего это первые и вторые стадии заболевания. Редко дают метастазы и глубина инвазии меньше половины миометрия, противоположность второму типу. На молекулярном уровне для первого типа характерно наличие мутации ПТН и КРАС, для второго типа преимущественно это ТП-53. В основе успешной диагностики и лечения рака теломатки имеет большое значение мультидисциплинарный подход. В его основе лежит понимание специалистами лучевой диагностики, понимание ключевых аспектов стадирования и клинического течения заболеваний, видов лечения. А с другой стороны это понимание клиницистами особенностей методов лучевой диагностики, наиболее эффективных из них. Для рака теломатки максимально эффективным методом лечения, безусловно, является хирургический метод лечения. Он применяется как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения. При наличии противопоказаний проводится лучевое лечение, химиотерапия и гормонотерапия для высокодифференцированных аденокарцином. Какие же у нас есть ожидания от рентгенолога в плане предоперационного стадирования рака теломатки? Конечно, все пациентки в нашем отделении выполняют МРТ малого таза с контрастом, КТ грудной клетки и брюшной полости с контрастом. Каждая пациентка у нас обсуждается раз в неделю на мультидисциплинарном консилиуме. Таким образом, для нас очень важна глубина инвазии, что влияет на стадию заболевания, что влияет на объем хирургического лечения или возможности органосохраняющего лечения у молодых пациенток. Глубина инвазии – это первое. Следующее – это распространение опухолей на строму шейки матки, что влияет также на объем хирургического лечения. Или это экстерпация матки, или это радикальная гистерэктомия. Очень важно для нас знать, для расширения объема хирургического вмешательства поражены ли серозная оболочка матки, трубы или яичники. Также для нас важно знать состояние параметриев. Оценка состояния регионарных лимфатических узлов, так как даже неизмененные лимфатические узлы, они могут быть поражены. Как на данном слайде представлены. Для нас важно знать состояние как регионарных лимфатических узлов таза, так и лимфатических узлов параортальной зоны. Очень важно нам знать вовлечение соседних органов, как на данном исследовании представлено поражение стенки мочевого пузыря и уретры. Поиск отдаленных метастазов, как в легкие, так и, например, в лонную кость. Особый момент, безусловно, касается поражения лимфатических узлов, что меняет стадию заболевания. Поражение тазовых лимфоузлов является важным прогностическим фактором, что влияет на общую выживаемость. При негативных лимфатических узлах общая выживаемость составляет порядка 90%. При поражении тазовых лимфатических узлов – 75%, параортальных – 35%. Наиболее частая локализация пораженных лимфатических узлов в тазу – это наружные, внутренние и подвздошные лимфатические узлы. Также всегда нужно помнить о возможности изолированного поражения параортальных лимфатических узлов при негативных тазовых. И на данный момент, по данным консенсуса СГС Маэстро 2014-15 лет, при раке эндометрии, эндометриоидной аденокарциномии, первой клинической стадии, всегда выявляют степень риска поражения лимфатических узлов и выполнение или невыполнение тазовой и поясничной лимфатической диссекции. Это позволяет уточнить стадию заболевания, увеличить выживаемость больных с метастатически пораженными лимфоузлами и определить дальнейшую тактику, дальнейшее адъювантное лечение. Спасибо большое. Спасибо большое. Показал, готовит вопрос, и я воспользуюсь правом модератора и задам вопрос первый. Вы упомянули, что все пациентки на вашем отделении с карциномой эндометрия проходят МРТ с контрастным усилением. Но ведь мы знаем, что ультразвук обладает здесь совершенно потрясающими возможностями в местном стадировании. Вы все равно дополняете даже после лимфатического исследования МРТ? Да, это идеология нашего отделения. Также используется и детекция сигнальных лимфатических узлов мы делаем при начальных стадиях. Расскажите, пожалуйста, подробнее как раз о детекции сигнальных лимфатических узлов. Всем пациенткам в обязательном порядке даже с 11 стадии? Не всем пациенткам. Это пациентки, которые относятся к минимальной группе риска по лимфогенному метастазированию. То есть это пациентки первой А стадии. Или если есть какой-то научный интерес, потому что у нас буквально на следующей неделе, во вторник, будет защита кандидатской диссертации на эту тему. Мы используем краситель интраоперационный, инъекции в шейку матки производим. Через несколько минут открываем параметры и выполняем детекцию сигнальных лимфатических узлов. Используем ICG-контраст. Как бы при шейке. Вопросы, пожалуйста. Продолжение следует...